Спасибо большое за предоставленную возможность. И прежде чем приступить к своей основной теме, мне бы хотелось немножко поговорить о другом. И, может быть, организаторы как бы не зачтут это время, но я считаю его настолько важным. Вот те мои заключения, может быть, моё мнение, которое я хочу сейчас выразить. Первое состоит в том, чтобы поблагодарить всех присутствующих за те интересные мысли, сверхинтересные, такого творческого, содержательного характера, который, ну, не знаю, я в своей жизни, наверное, первый раз вижу. И такой многосторонней направленности. Я получила истинное удовольствие и огромное спасибо всем за это. И в связи с этим я хочу сказать одно. Чувствуется, что люди настолько выросли в своём взаимопонимании, все мы, и, наверное, я тоже, смею надеяться, выросла в этом, что каждый создаёт что-то своё. И создавая что-то своё, он настолько увлечён этим своим, что потом, когда он начинает делиться с другими, другие тоже увлечены своим. Поэтому возникает даже какой-то момент обиды, что его как бы не понимают, недопонимают, недооценивают. И вот мне бы очень хотелось, чтобы люди не обращали на это внимание, потому что сейчас у каждого человека есть что-то своё. А теории, на самом деле, у всех очень интересные. И вот, в частности, Леймана, его, по-моему, нет. Мне показалось, что он остался как-то обиды. И не только он, и другие. Но по нему было видно это особенно. А у него очень замечательные идеи. И второе, что бы мне хотелось отметить, это такой момент, что мы из системы линейного мышления, логического, постепенно должны перейти к сферическому. Естественно, эта проблема, возможно, даже и не миллионы лет, а больше. Но мы начали этот процесс. Мы начали процесс выхода из линейного мышления. И тут многие говорят о параллельности, а ещё о чём-то по-разному формулируется эта мысль. Но когда человек выходит из этого состояния линейности, он всегда сталкивается с проблемой неуклюжести. Поэтому в Библии, например, и говорится терпение, смирение, любовь, толерантность – вот такие слова. Почему? Потому что только эти качества помогают преодолеть эту неуклюжесть. А почему возникает неуклюжесть? Потому что человек – профессионал в своей среде. Да, он физик, он там, допустим, эфиром занимается, он в этой области что-то знает. А переходит он к квантовой механике, а мир – это сразу всё. И поэтому когда-то мы начнём это оценивать с позиций всего. Но пока мы не можем оценивать с позиций всего, а делаем только первые шаги, с этой неуклюжестью мы обязательно столкнёмся. И поэтому все остальные должны как-то это понимать и особенно внимательно относиться к выступающим. Ну вот, в частности, к предыдущему докладчику выступление имеет, безусловно, какие-то рациональные начала. Но, может быть, кому-то показалось, что это не совсем то, что нужно, не знаю. Но в нём всё много чего есть интересного. И следующий момент, который бы мне хотелось отметить, и на который я прошу обратить внимание аудитории и вообще всех людей, это то, что на первый план сейчас, ну, не на первый, может быть, но выходят непрофессионалы, дилетанты. С чем это связано? Вот это связано, я могу привести пример из жизни евреев. Вот когда Бог вывел евреев, Он, значит, им говорит, вот вы переселитесь, землю Он приготовил, и туда пошли разведчики, и приходят оттуда и говорят, да мы никогда в жизни этой земли не завоюем. Там живут такие люди, они такие умные, мы перед ними саранча. А Бог сказал, нет, именно вы будете, и вы станете. Бог вообще приготовил евреев, и евреи выполнили достойно свою миссию для того, чтобы прорвать третий уровень. Вот если наше пространство, в котором мы живем, оно слоистом, многие говорят, первый, второй, третий уровень, евреи были избраны для того, чтобы прорвать этот третий уровень, который условно можно назвать ментальным. И вы знаете, что, допустим, лауреаты Нобелевских премий, они очень многие евреи, евреи занимали всегда ведущие места на всех кафедрах. У нас даже анекдот в мое время ходил, что 30% евреев в Санкт-Петербурге, еще 50% в политехническом институте и 90% на кафедре, где я училась, это автоматические системы управления. Такой у нас был анекдот. Ну, здесь споры, я думаю, ни у кого не возникнет, двух мнений, что именно евреи вывели науку, но материальную науку. А дальше они остановились. Почему? Потому что они не приняли Христа. Христос принес духовную науку, то есть науку о невидимом мире. И вот сейчас в этой науке, в невидимой, мы начинаем делать первые шаги. И, к сожалению, вот к большому сожалению, многие из евреев как-то стали приотставать. Ну, как написано опять же в Библии, природная маслина обязательно привьется к своему древу и даст большие плоды. Ну, то есть, может быть, вот такое вот временное какое-то замедление процессов внедрения в новую науку именно еврейской нации объясняется этим. Но это оно именно временное и, наверное, будет преодолено. То есть, для чего я еще привожу этот пример? Что евреи заняли вот это первое место. Почему? Потому что они были никто. Они были ничтожны, они сами про себя говорили. Мы по сравнению с ними саранча, мы никого, ничего не завоеваем. Однако они завоевали и достойно справились со своей миссией. И вот в связи с этим люди, которые тоже не… вот сейчас они дилетанты и начинают выдвигать, продвигать какие-то свои идеи, очень интересные идеи. Но вы представьте себе, вот он дилетант, он за это ни денег не получает, он время свое лишнее тратит вот на все эти вещи. То есть, он находится совсем не в таких условиях, в которых находятся профессионалы. И это нужно просто уважать этих людей, нужно в какой-то степени поклоняться перед ними. И учитывать при разговоре с такими людьми, учитывать то, что он из ничего хочет стать, но хочет познать, возможно, больше, чем самый прогрессивный академик. Во всяком случае, такое бывает и в моей жизни встречалось. Ну вот, а теперь я могу к теме перейти. Значит, моя тема – законы мироздания. Да, ни много, ни мало. Законы мироздания. Почему я так громко назвала? Потому что это законы библейские, коранические. Одновременно вот это лето, ну и до этого я ходила в ашрам, бхагавадгиты, но он называется кришнаицким ашрамом. Там тоже провела много времени. Но сейчас конкретно законы мироздания, вот мы два дня с ними занимались, они мне выписали эти стихи, показали всё. Вот даже очень интересна динамика. Динамика взаимодействия с религиями. Допустим, вот эти законы мироздания обсуждаешь с православными деятелями, они даже не хотят говорить на эту тему. Когда обсуждаешь, вот я была в Медресе, тоже полтора года ходила, они говорят, ну как-то они более толерантны, типа, ну если вы видите, то может быть, если хотите, всё. Они говорят, но не вступают в диалог. С иудеями, например, я рассуждала на эту тему. Я им принесла, ну правда, это были каббалисты, первую, одну статью. Они, ну не знали ещё, что приняли, когда я принесла вторую, уже принял он её с радостью. А когда я принесла третью, он сказал, приносите ещё. Это каббалисты иудейские. А вот когда я взаимодействовала опять с этим ашрамом кришнаитским, то тоже они посвятили мне два дня, мы сидели очень много, выбрали. А Датсан, это буддисты, ну буддисты, он сказал, в буддизме можно найти абсолютно всё, что угодно. И поскольку вы меня покорили своей вот, своей такой настойчивостью, то я вам обещаю, что в течение двух-трёх месяцев я проиллюстрирую вот все ваши законы своими выдержками. Вот так обстоят дела. Значит, законы мироздания, но прежде чем сформулировать законы, значит, они вот в этих священных, в концепциях священных писаний звучат, и мало того, они подтверждены современной наукой. Поэтому так я их и обозначила громко. Но прежде чем приступить к обозначению самих законов, я хочу зачитать основные принципы эволюционного развития. Опять же, в интерпретации священных писаний, да, ещё живая этика я очень, она у меня вот в последние лет пять занимает, наверное, главное место в моей жизни именно живая этика. Она полностью дублирует Библию. У меня есть, наверное, 10, может быть, больше статей на тему Библии, «Живая этика. Диалог двух сердец». Вот на эту тему. Итак, первое у нас – это цель и смысл жизни. Как он звучит в Библии? Как земля производит растения свои, как сад превращает посеянные в нём, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами. То есть Господь проявляет правду и славу. Правда, седока, имеет много других значений, которые встречаются. Это добрые дела, законного, милость, праведность, справедливость. То есть для этого Бог нас создал. Слово «слава», вот и хило еврейское, перевозится как «почёт, словословие, хвалебные, чести и другие». А Христос сказал «вы Боге», ну, естественно, в потенциале. Таким образом, наше пребывание на земле и участие вместе с землёй в эволюционных процессах становления нового неба и новой земли, это написано в Откровении, привозит нас в состояние божественной реальности по образу и подобию. В Коране «Цель жизни» созданы люди для того, чтобы обрести праведность. Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к нам? Учение живой этики. Смысл жизни человека в преображении его сущности. Всё построено так, чтобы человек мог эволюционировать и развиваться, наращивая силы духа. Когда этот процесс совершается сознательно, человек находит узкую тропу счастья, ведущую его к бессмертию. Второй пункт в этих принципах – жизнь может обеспечить только высокий дух. Вот это очень важный принцип, который практически вот здесь не прозвучал, к сожалению. Во всяком случае, возможно, я прослушала, но я не акцентировала своё внимание на этом. «Библия. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Если я не пойду, ну то есть вот не пойду на распятие, утешитель не придет. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца Дух Истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Утешитель же Дух Святой, которого пошлёт Отец во имя моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что я говорил вам». Это Христос говорит. Коран. Значит, вот Дух Святой здесь, наверное, немножко нужно пояснить, что такое Дух Святой. Значит, в соответствии с Библией мы живём сейчас в пространстве семимерной реальности. Это соответствует и Шипову, и Библии. Только в Библии это называется Духами. Первый, второй, они там имеют своё название. Вот из них первый, второй, третий – это Троица. Они образуют единство. Четвёртый Дух – это Переходный Дух. И вот он переходит как раз к Святому Духу. Пятый, шестой, седьмой уровень реальности. Так вот, когда Христос говорит, что жизнь возможна только при наличии Духа, он имеет в виду, что жизнь возможна только тогда, когда есть энергии пятого, шестого и седьмого уровня реальности. Если мы сейчас живём в пространстве первый, второй, третий уровень, а четвёртый уровень – Переходный, мы находимся в состоянии Перехода. И поэтому… Почему вот все эти священные писания? Потому что мы привыкли к этим общениям, к этим энергиям, к этим проявлениям. А теперь нам даётся какое-то время, естественно, и Христос пришёл для того, чтобы мы смогли потом успешно перейти вот в это новое пространство пятого, шестого, седьмого уровня. Он пришёл две тысячи лет назад. Две тысячи лет назад он принёс этот Дух, вот праздник Пятидесятницы. То есть он принёс вот те высокие энергии, которые дают жизнь. А до этого как бы до Христа, что мы не жили, нет, мы питались энергиями четвёртого уровня. А что такое энергия четвёртого уровня? Эта энергия – это то, что вот сейчас говорится не что, это бездна по-библейски, из которой был изъят свет, а свет произвёл тьму. Свет и тьма, они существуют неразрывно. Тьма – это не что иное, как отсутствие света. Поэтому свет – это пятый, шестой, седьмой уровень, а мы с вами живём во тьме, это первый, второй, третий уровень. А на четвёртом уровне вот эта бездна, она разделилась на тьму и свет. Ну, это вот так вот нам пальцах объяснить. И сама жизнь, живая жизнь и жизнь человеческая, возможна только тогда, когда есть свет. Или есть энергии хотя бы четвёртого уровня, которые находятся в постоянном делении. Поскольку мы вышли из этого состояния, это вот лучше всего отражено в календарях мая, галактический луч, в котором мы находились, значит, он покинул Землю. То у нас остались энергии более высоких уровней. Эти энергии далеко не все усваивают. Поэтому сейчас очень развита вот этот вампиризм, различные гадания, различные всё. Потому что люди, энергии, вот те энергии жизни, за счёт которых они жили, четвёртый уровень, он исчез. Они не приспособились к высшим энергиям, и они начинают искать способы, как им жить, что им делать. И начинаются всякие проявления вот такого негатива. Ну, естественно, это постепенно нормализуется, потому что эти люди или справятся с этой задачей, начнут жить за свой счёт. Но это дальше отражено. Так, Коран. «Воистину Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай. То есть жизни наши куплены, но обещают нам рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таковы его обещания и обязательства в Туре. Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они лишь следуют предположениям и только лишь измышляют. Только Аллах дарует жизнь. Нет у вас никого, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника». Это в Коране. «В учении живой этики в области реальности существует лишь единая жизнь, и это есть атма или дух. Материя, сила и сознание есть дух в движении и вибрации. Сущность жизни не заключается в форме. Форма – это только её внешнее выражение. Физическая, астральная и ментальная форма – суть только временные выражения жизни. Сама жизнь заключена в зерне духа». «Третье. Жизнь, она проявляет себя только в действии, а эволюция только в служении». Значит, Библия, сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. То есть не прикладывая усилия в Царство Небесное, то есть вот в эти 5-й, 6-й, 7-й уровень, не войти. Ну, Серафим Саровский тут Коран. «Те, которые уверовали и боролись на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше они степенью у Аллаха, они, получившие успех. Служение Аллаху – одолжение ему прекрасного заёма. Человек получает только то, к чему он стремился, его устремления будут увидены». Это всё Коран. Теперь живая этика. «Мы говорим, жизнь есть служение эволюции. Может быть, кто-то найдёт, что проще сказать. Жизнь есть эволюция. Но мы намеренно утверждаем слово «служение». Конечно, всё находится в процессе эволюции. Но это ещё не будет полнотой жизни. Она получится лишь от сознания служения во всей его добровольности. Утверждают добровольные служения как непременный признак правильности пути». Вот это перекликается с тем, о чём я говорила, что дилетанты приходят и пытаются решать и философские, и физические вопросы, и всё что угодно. Это служение бесплатное. Последним утверждением фактически… Так, всё. Теперь четвёртое. Нежелание служить эволюции оставляет человека в состоянии мертвеца. Мертвеца так и написано и в Библии, и в Коране везде. Или возвращает к нему Библия. «А мёртвые мы, это апостолы про себя говорят, по преступлениям и грехам нашим, между которыми и мы, апостолы, все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Ну и здесь вот моя ремарка. Люди называются мёртвыми, потому что сами по себе без участия извне и получения извне энергии они ещё жить не могут. Вот эта мысль звучала много раз, что масса, ну и человек тоже масса. Это не что иное, как результат тех энергетических воздействий, которые происходят в пространстве. Но нужно сказать, что эти же воздействия и поддерживают жизнь. Они образуют жизнь, они образуют эту массу, и они её поддерживают. Как только эти излучения каким-то образом нейтрализовать, а такие опыты проводятся, то человек превращается, человек и с животными проводились опыты, просто превращается в груду костей и мяса. То есть необходимо вот это постоянное взаимодействие с окружающим пространством. А человек в процессе своей эволюции, он становится самовоспроизводящей системой. То есть он начинает воспроизводить те высокие энергии пятого, шестого, седьмого уровня, которые помогают ему жить. И вот до этого нас, Бог вот на этом этапе, он именно ставит перед нами такую задачу, дойти до этого уровня, когда мы можем жить за счёт своих собственных энергий, а не ждать вот подачки, когда нам кто-то подаст. А до этого мы все жили на подачках у Бога, у пространства. Ну вот все они от тебя ожидают, это из Библии, чтобы ты дал им пищу их. Скроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, и в перь своя возвращаются, и пошлёшь дух твой, созидаются. Вот это то, о чём я говорила, ограничить человека от пространства, он погибает. В Коране. Ну, можно ещё, конечно, привозить, у меня здесь много. Наталья Федоровна, а может мы оставим время на вопрос? Ну так я только начала. Это я вообще, ну ладно. У вас ещё несколько лет, если это не месяц. Ну, это у меня только принципы. Хорошо, давайте я хотя бы законы прочту, о каких законах идёт речь. Это только принципы эволюции. А вот сами законы мироздания, о чём, собственно, мне больше всего хотелось поговорить, это, значит, первый закон единства. Ну, наверное, не надо его. Тоже он здесь прозвучал в очень многих интерпретациях. То есть всё взаимосвязано, всё взаимообусловлено, и ничего не существует просто так. Это первый закон. Причём, вот эти законы, уже у меня 8 штук, они все подтверждены, подтверждены современными исследованиями. Вот, допустим, закон единства. Какими теориями можно подтвердить закон единства? Это теория зеркальных нейронов, нейрофизиологии. Волновая теория генома Павла Горяева в биологии медицины. Теория торсионных полей. Теория диссипативных систем и так далее. Ну, дело в том, что все эти авторы, они не ставят во главу показать закон единства. Они не ставят, они решают какие-то свои такие промежуточные проблемы. Но как следствие всех этих теорий выходит то, что мы все едины. И вот я в прошлый раз приводила этот пример с теорией нейтральных нейронов, которая уже доказана, которая была сечена, она сформулирована. Она говорит о том, что в каждом... Сеченов еще сказал, что это эволюционное приобретение зеркальные нейроны. В каждом человеке существуют зеркальные нейроны, которые одинаково реагируют на то, или сам человек это делает, или он только видит, как Иванов это делает, или Петров. Или человек об этом вспоминает, или человек мечтает об этом сделать, или человек это делает. Зеркальным нейронам абсолютно все равно. То есть представьте, в нас есть та часть, которая совмещает пространство со временем, прошлое, настоящее и будущее. Вот в нас есть это, но в неразвитом состоянии. Сеченов сказал, что это приобретение эволюции. Об этом хорошо еще говорил Татьяна Владимировна Черниговская в своем фильме «Звездное небомышление». Вот это та дама, которая тоже работает на стыке лингвистики, и теперь она занялась нейрофизиологией. Вот когда идет объединение этих наук, она уже доктор наук и там, и там, то получаются самые необыкновенные результаты, которые резонируют со всеми результатами библейских писаний. Значит, это закон единства. Ну, в Коране он тоже звучит. Следующий закон подобия. Закон подобия библейское. Что посеет человек, то и пожнет. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Люби ближнего твоего, как самого себя. Не делай другим того, чего себе не хотите. Опять же, почему? Потому что это все вернется к тебе. Это те же самые зеркальные нейроны, фактически. Короническая интерпретация. Они не были несправедливы по отношению к нам. Они поступили несправедливо по отношению к себе. То есть человек сам себя и наказывает, и все, что с ним происходит, это все он сам. Замкнутая автоматическая система. С выходами в открытое пространство. Так, учение живой этики. Закон подобия в живой этике обозначен как закон соответствия. Он немножко по-другому называется. И отнесен к основным космическим законам. На основании его, цитата, Каждая приобретенная энергия привлечет тождественное из пространства. Также вызовет во встречных людях соответствующую реакцию. Светска. Светска – это теория торсионных полей. Подобное притягивает подобное. Вихреобразные перемещения в аэрогидротермодинамике, в чакрах. И вот сейчас появилось сообщение, наверное, полгода назад, может быть, раньше, но я только недавно прочитала, что установили медики, что кровь по нашим сосудам перемещается по закону вихря. Кровь перемещается в соответствии с законом вихря. А вихрь лежит в основе законоподобия. Да, ну всё. Ладно, я тогда просто перечислю. Следующий закон, значит, закон управления. Высокочастотные вибрации управляют низкочастотными. Вот четвёртый закон, закон Троица. Самый интересный. Он тоже тут прозвучал очень много раз. И суть его, вот самая сакральная суть, состоит в том, что мир вибрационен, и в нём есть вихревые колебания, и что в каждой гармонике, ну возьмём для простоты простую синусоиду, сразу три составляющие. И физическая, и энергетическая, и информационная. Физическая составляющая, ей соответствует амплитуда, энергетическая соответствует частота, и информационная соответствует фаза, сдвиг по фазе. То есть, когда есть сдвиг, тогда есть какая-то информация, есть какое-то знание, оно бывает только относительным. Вот если вы проследите, что такое все наши знания, это не что иное, как формулы или движения от одного края к другому. То есть, они определяют сдвиг. И вот эта троица, она фундаментальна, и Рерихи говорили о том, что именно троица станет главным законом в предстоящей новой эпохе. Да, всё, ну я закончила. В общем, закон иерархии, следующий закон равновесия, вот на основании которого Христос нас спас. И закон гармонической конвергенции. Всё, вот восемь законов. Пожалуйста, вопросы докладчику. Пожалуйста, будьте равны. Закон не поступает так, как не то, что поступали с тобой. Это просто, на простой говоря, закон оптима бытия. Не производить, не применять, не употреблять, то, в чём нет, не обходилось, а что не обходило. Производить, применять, употреблять, совершать, в отсутствии меньше количества, не меньше общественной необходимости, не больше эволюционирующей ингредиентной достаточности. Ну, я ничего не говорю, я просто хочу сказать, что у нас фундаментальные законы, далеко не все рассматриваются, в частности, вот нашей классической науки. Всё тут происходит, что это закон, это, кстати, универсальный. Правильно. Это проходительство, но к чему? Пожалуйста, вопросы ещё. Есть? Владимир Ильич, пожалуйста. Наталья Алексеевна, какая Ваша главная идея, которая полезна для естествознания и решения проблем естествознания? Моя главная идея, ну, не знаю, даже мне сложно. Во всяком случае, здесь, вот, присутствуя на Конгрессе, у меня возникла та идея, что вот люди ищут, как бы, вот эти частицы. А что происходит? Значит, когда человек взаимодействует с пространством, ну, вот эти чакры, через чакры, сами чакры, как я себе представляю, имеют торсионную природу. И взаимодействуя с пространством, они накапливают энергию, то есть они становятся всё более мощными. Вначале там, допустим, какой-то одна единица энергии, потом 10, потом 20. Срабатывает закон перехода количества в качество. Они набирают это количество на каком-то уровне. И потом что происходит? В позвоночнике образуется вот это зерно, называется сердце чакры. Вот это сердце чакры прорывается, и вот эта энергия, точно так же любые квантовые частицы, они попадают вот в это сердце чакры и устремляются по позвоночнику. То есть вначале, если они вот так вот вращались, вот так, и, допустим, наука их фиксировала, затем на каком-то этапе она их не фиксирует. Почему? Потому что они попадают в это сердце и поднимаются уже выше по позвоночнику, в другое пространство переходят. Переходят в пространство другой мерности. И там их можно фиксировать. Но это вот просто та идея, которая у меня возникла вот здесь на Конгрессе.